доброе всем утро я все-таки решила сегодня поехать ну типа чопинг так знаете зыринг вот потому что дело идет к тому что у нас может быть скоро закроет фиг его знает пройдут все эти праздники а все весь народ толпится никто ничего не соблюдает в общем есть вероятность того что нас закроют не сегодня завтра так что опять сидеть дома без ну не дома вот нашем городе я еще нахожусь а вот поэтому думаю поеду посмотрю по блоку и похожу вот и мам пос покажу что почем и как у нас сегодня очень тепло знаете я думала холодно но нет но ночью три часа ночи я проснулась потому что на улице был ужаснейший ветер а у меня тазик стоял там где не надо и белье висело вот и я быстрее встала надела халат как говорится с капюшоном пошла наверх сняла бельем вот и тазик убрала а то бы вы знаете кто на меня смотрят у меня тазики летают и опять на первый этаж в общем то мне и жалко этот уже первый этаж потому что так вот сейчас вода к ним опять льется как-то раньше мясорубку машинку они по-другому делали и ничего не лилось сейчас все им льется смотрите тут в дереве в каком красивом вот еще бы если бы мой таз к ним прилетел то был бы совсем трэш вот сейчас немного погуляю с чарли и поеду в путь дорожку бежит бежит такие вот у нас планы на сегодня хочу завтра опять работа потом новый год ну как-то нового года совсем не чувствуется но все равно потому что знаете раньше когда с девчонками хоть как бы снега и не это все такое ну как хотя бы с девчонками собирались там обсуждали что будем готовить или там например что будем один надевать одевать а сейчас нет никаких обсуждений и нет никаких приготовлений и поэтому вообще и не снега ничего и как бы и новый год и не чувствуется вот так дата будет перелеснем на 2021 все классно на улице прям можно даже сказать куртка здесь лишние у нас немножко так это немножко пасмурно мы передавали что будет сегодня пасмурно поэтому поэтому да нас там улицу ремонтируют это не сидят завтракают моя радость ты все обнюхал все обнюхал в виде какашки валяются неужели трудно за собой убрать свиньи поросята вы знаете в испании нет как таковых вот таких алкоголиков которые бухают водку и все такое но здесь есть алкоголики которые пьют пиво и вино здесь обычно алкоголики винные либо пивные вот например посмотрите выставили станьте девки станьте вряд станьте вряд станьте вряд так как вино вообще стоит дешево в доступе пиво вот это вот например баклажка стоит евро с чем-то вот поэтому пей не хочу и вот чарли там дела делает поэтому а вот таких чтобы водку там они лучше литр вина копят который там я не знаю меньше евро стоит и выпивают его пойду я убирать следы преступления смотрите какой тут площадку детскую построили классно офигеть так давно здесь не было что даже не классно смотрите туда прям наверх я сама там полазила прикольно чем приехала я в эллинхению эллинхению или торговый центр будем сейчас блокаться друзья такое классное смотрите такой никогда не видела чтобы вот так вот наверх что там еще будут строить прикольно привез так детей с мужем да он остался там тусоваться вот и ходи дальше смотри я сейчас выроски но он во многих городах есть но у нас нашем городе нет смотрите здесь можно найти например пшено миху амарант кускус гречка не обжаренная вот всего до всего короче здесь есть потом вот я на что например булгур смотрите булгур и кино булгур и всякие там чечевица все дела в общем все в маш смотрите даже вот есть вот такие водоросли из галисии прикольные но у меня таких водоросли дофига и больше тут даже не знаю что такое вкусу даже не знаю что это такое надо поизучать но что-то интересное какие-то камушки непонятные ну и там это все био где я нахожусь о смотрите тоже интересные штучки всякие мису суп смотрите в общем все 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 есть здесь мису варкам подешевле люблю изучать всякие вот такие штучки дрочки там кокосовое масло стоит это разные виды муки из нута и спельта какая-то соль всякое разное а тут вот тоже есть разные вкусняшки без сахара чтобы похудеть вообще люблю тут лазить потому что всегда что-нибудь нахожу я здесь маг беру например общем да интересно буду дальше изучать селедка вот смотрите здесь в горчицы и травы в томатном соусе крем паприка 350 стоит может быть вот эту взять попробовать как вы думаете я вот прихватила чай черный он с молоком пьется без кофеина и вот эти вот листы нори там что-то 7 берешь 200 2 70 процентов скидка я уже смотрите здесь сделала грибы здесь добавил чесночок соевый соус соус терияки в общем всякие всякие соуса купила в лидоле вот такие вот так не ври и у тебя есть вода ясто сосиски сейчас их буду отварю венские и буду вот так купила вот чай это выроски желатин без сахара по моему я вам говорила и вот такую думаю что это как тушенка хочу сделать картошку с тушенка хотя мне тушенка есть но я просто хочу посмотреть здесь написано что это прям мясо вот все дела чарли ясто так это вот хочу сделать потом вам сниму были с предложением канарские бананы полотно на канале они чуть по рубль 39 килограмм да вот и вот смотрите в лидл привезли вот такие штучки вот у кого вырез такой длинный большой то можно вот такие штучки прилепить у меня есть пару платьев где прям совсем там все не скромно и вот можно с рамоту закрывать вот такой штучкой кстати купила чаевой розки тоже вот такой вот черный чай лесные ягоды хочу сейчас заварить и попробовать надеюсь что он будет вкусный пахнет пока ничем в общем вот такие вот вот смотрите это ключ что ли открывать наверно это такая штука в общем очень интересно написано что 98 процентов мяса 98 7 даже мяса ну посмотрим очень интересно в общем вот так а больше ничего не купил друзья погуляла побродила и все в принципе что и хотелось просто пошататься пошла кушать очень голодный и драган такой люди люди соседи снизу все-таки протестуют и снизу кричат им будьте воспитанными вода второй день типа капает а там моет посуды и по барабану странно что-то будет разборка разборка и смех и грех вот а мне муж такой кричит к самому я курчу вода течет его у нас не течет бары тут он тут соседи второй день подряд течет короче знаете в чем проблема у них там резинка порвалась и они даже понятия не имели что у них такая проблема и она сейчас такая выходит ну девушка в принципе хорошая пара может быть действительно не знали она такая выходит выручу вода течет вверх да вот второй день я гордое даже и не в курсе да да глян говорит порвалась это резинка короче видите все таки это не виноватая а я уже думала будут разборки будут драка уже камеру приготовила ну ладно останемся без драки вышла погулять потому что скучно дома сидеть уже серию сериала посмотрела вот и на улице не знаешь что надеть вроде бы как показывает 17 градусов но ветер такой знаете холодный ураганный и еще сейчас это знаете что обратила внимание идет идешь такая вот так например вот и знакомую встретила и такая поздоровалась с ней ну так вот знаете как обычно идешь здороваешься там привет ну по губам сразу видно что-то поздоровалась и дела а тут понимаю что губ а и улыбаюсь еще во все свои сколько там там у меня зубов вот ну то есть идешь вот так и так привет и улыбаешься да и тут потом я понимаю что всю эту улыбку все эти привет никто не увидел и нужно как-то здороваться либо так либо там не знаю по другому да вот но я забываю и потом иду и думаю вдруг этот человек подумал что с ним не поздоровалась а вдруг она не заметила что с ней поздоровалась и в общем вот так вот такие мысли но уже назад не кинешься и не скажешь что ты там не поздоровался я иду в поля чарли бедный но он после обеда он знаете садится на кресло и уже никуда не хочет идти типа не берите меня я тут посижу тут мне тут хорошо утром да утром он выбегает а после обеда так как так и слышно то там то тут такая птичка интересная красивая были хотела заснять она улетела знаете как как дятел с хохолком такая вот на макушке хохолок у нее отсюда видно что море черное-черное сейчас попробую позаснять вот видите какой там шторм фигачит вовсю какая-то это не буря или как там ее назвать блин имя а б б б б имя у нее далее у нас так племянница жену племянника зовут б беатрис мне очень нравится это имя беатрис б вот и а вы знаете еще вам из разряда испанского языка например фея как у нас да вы в россии фея это ну там как волшебный персонаж да здесь же фея это значит страшная если вы кому-то скажете о какая ты фея ты прям как фея то есть вы хотите сказать что этот человек страшный например можно сказать фу кафе ну без фу кафе какая страшная некрасивая ам я так и когда сейчас уже привыкла да к этому слову когда приехал думаю блин такое красивое слово и так его испоганить да в общем вообще много всяких слов таких интересных которые имеют значение совсем другое ну блин слово фея когда мы думали что какая-то персонаж такой сказочный красивый и тут бат страшный в общем как-то не так в общем я пошла при бы включая 5 скорость и пошла ну обалдеть правда красота класс же причем как-то так странно тучи и радуга часть радуги а там сзади была моя академия где я училась на парикмахера ну по моему она сейчас это накрылась медным тазом закрыто по моему все не выгодно вот здесь у нас машинки стиральные стирают сам ну как это авто самообслуживание приходишь и большие машинки профессиональные и стираешь я хотела полотенце сюда привести полотенце одеяло постирать но у меня машинка тоже огромная поэтому сама постирала а вот это моя автошкола вот зеленая и как-то сюда поступила учиться она была прям только открылась тут все рядом с домом поэтому я убирала все рядом с домом драган такой вообще хорошая автошкола я хорошо быстро сдавал учитель классный я так понимаю вот в этих штуках это нас поликлиника вот этих штук не было я так думаю что в них будет клониться хранятся прививки вот и там наверное будут прививать людей потому что этого ничего не было и вот поставили буквально вот ну вот поставили потому что прививка же там она в морозе должна быть минут семьдесят пять градусов по моему потом ее надо размораживать и вообще вот так у нас уже второй день прививает хотя сегодня какая-то проблема появилась и и короче не привезли ну вот троган страсти а это нас смотрите шары наверное ночью они горят прикольненько но пока это вот площадь дают момента вот это вот мэрия наша городская площадь не помню как называется там церковь большая хороший туда кстати украинский батюшка приезжает и вот я раньше ходила в церковь каждые две недели он приезжает уже давно не хожу не знаю приезжает он не приезжает уже в центр города вхожу я уже пришла хочу на завтра сварить пюре картофельное и вот с тушенкой который я сегодня купила надеюсь что это тушенка как это вот открывать здесь ключ какой то есть а все поняла вот тут дырочка есть в эту дырочку вот так сует суешь и крутишь о и пошло пошло смотрите класс очень интересно вам интересно мне очень интересно что это пахнет тушенкой не знаю брали вы такой когда-нибудь я просто не могу здесь нормально нормально вообще тушенку найти есть всякие знаете но они как ой блин все у меня что-то пошло что-то пошло не так это наверное надо было до конца как вот до конца уже как-то неправильно закрутиться а у крутится крутится о все открутилась ну пахнет вкусно кстати выглядит тоже типа наши тушенки сейчас мы это все все равно я в банку все это не это не зафигачу а надо в какую-то стеклянную банку положите или чё ну-ка есть у меня тут что-нибудь наподобие такой в пластиковую положу что очень интересно а вот о вылезло ну такое мясо как будто но знаете мелкое мясо блин слюни текут а мне уже я не ем в это время уже выходит а это знаете слюноотделение очень похоже на нашу тушенку и вкусная слушайте ну классно прям вообще не куски конечно мясо но мясо в общем можно брать и знаете нет вот это хотя жир то наверное чарли ну что прибежала ел корм свой унюхал значит за раз два раза и сразу прибежал сейчас мандыкнется вилка на чарли кстати у меня какую-нибудь фигню жрать не будет это сто процентов проверено поэтому как здесь говорят апробаду так все убираю пускай картошка варится и и вот туда добавлю знаете сейчас еще лучок поджарим мне кажется еще лучше с лучком будет вообще шикардос и завтра вот такая у меня будет картошечка картошка баран очка вот такая у меня будет на завтра картошка там у нас коронавирус это шутка нет никакого вируса вот так что я хотела сейчас поджарю лучок потому что мне так кажется будет вкуснее намного ну все вот такие у нас планы друзья результат моего кулина моей кулинарии вы увидите завтра потому что я сейчас пойду умываться купаться ой а что я тут лежит кстати вот этот не показала вам сейчас покажу это это вот так делается в общем вот такая тряпочка она здесь на клепочках и вот так вот она цепится на на люфчик вот так на бретельке лифчика и застегивается вот таким образом видите и то есть вот чарли все нету больше мяса и вот так на лифчике держится и закрывает вам всю стромоту есть вот такой просто то есть я поддевал например если это не плате там вылез до пупа мне зачем такое надо мне совершенно такой не надо я купила маечку под нее ну блин лето плаки маечка упреешь а вот эта штучка я искала знаете лифчик еще такой есть вот как вот так вот тоже в нем жарко я когда увидела все сегодня в лидере вообще это вариант просто супер а есть вот такого трюши их 2 в одном продается 4 евро по моему стоит вот с рюшей такой видите тоже красивый так что на лето вот так это надевается просто суперски там еще белый был вот видите на лифчик надевается в общем хорошая штука надо было такую штуку летом продавать не больше не дам тебе мясо иди свой корм ешь ладно друзья заболталась я всем пока пока и до завтра дам